Есть вопрос такой. Допустим, когда я получаю какое-то правощество, мне говорят, вот так будет, это зависит от того, что я буду делать, если я буду вести, или что-то такое. То есть это зависит от меня, или все, так будет, и это точно? Конечно, мы же тоже участвуем в процессе, поэтому мы вовлечены в этот процесс, поэтому послушание тоже должно быть, какая-то часть хотя бы. Мы сами можем разрушить это пророчество? А? То есть мы сами можем разрушить пророчество? Конечно. Поэтому написано в Слове Божьем, что пророчество не уничижайте. То есть что значит уничижить? Это пренебречь. Когда Господь говорит, надо согласиться и свою часть тоже внести. И это позволит Богу в полноте совершить то, что Он говорит в вашу жизнь. Но если вы публично можете отвергнуть это, даже можете, иногда даже люди оскорбляли, например, приходил пророк пророчеством, а его изгоняли, избивали просто, да? И было такое даже, что пророк мог даже изрекать какие-то суды даже. Вот я был в Таллине, когда мы с женой недавно были в Таллине, и там пришел пророк. Это удивительно. И в Таллине многие историцы это помнят. Он пришел прямо в церковь, и он пришел со Словом Божьим, но его закидали гнилыми помидорами, не знаю, где они их нашли там. Ну, может, не гнилые были, но закидали помидорами, и он сказал, он сказал им благословенное Слово, но они его не приняли. И смотрите, что интересно. Бог меняет Слово. Представьте себе, тут же, автоматически, благословение превращается в наказание. Вместо того, чтобы благословиться, так как они отвергли, избили и поступили по-хамски, смотрите, что делает Бог. Он говорит, в этой церкви больше не будет людей, то есть церковь закроется. Все. И он в тот момент разворачивается, выходит, на служении там сидел мэр города. Мэр города был верующий человек. И мэр города встал и публично сказал, да ты сумасшедший. Пророк развернулся и сказал, ты проведешь все свои годы жизни именно в сумасшедшем доме. Вы знаете, так и сбылось. Мэр сошел с ума, так и всю свою жизнь оставшуюся он провел в психбольнице. Церковь закрылась. Это была растущая церковь, динамичная очень. И до сих пор только здание стоит, нас туда водили. Кто бы ни пробовал, там нету церкви до сих пор. Здание стоит как склад. Его используют неверующие люди как склад. Но нету там церкви, там нету богослужений. Еще было слово. Я не помню, конечно, подробности, но там был такой смысл. Он говорит, за то, что вы не послушались и не приняли пророка, народ весь пойдет на 70 лет в рабство. И Эстония 70 лет была в рабство в России. Знаете, да, об этом? Все четко произошло по слову. Место благословений за доли минуты они получили наказание. Посмотрите. А чего в Писании написано? Если я объявил благословение праведнику, а праведник согрешит передо мной, я отменю благословение и накажу праведника. Если я объявил грешнику наказание, а грешник покаялся, я отменю наказание и благословлю грешника. Бог, он хозяин своего слова. Вот он хотел тебя благословить, а ты по-хамски себя ведешь. Вот тебе сразу и розга. И это действует реально. Потому что Бог гордым противится. Поэтому в Израиле всегда учили людей относиться к дару тоже правильно. Однажды мне здесь в Израиле объяснили почему. Медведица разорвала 40 детей. Я там в церквях гуманных и толерантных так и не смог ответа получить. Но здесь мне евреи объяснили. Потому что еврейских детей с детства учат уважать пророков, уважать священников. Если ребенок растет неправильно, то его отец приводил к воротам, говорил, что он невоспитанный и его побивали камнями. Для евреев это было нормально оказывается. Но для нас, когда мы живем в таких, я не знаю как это, в разных странах, это считается безумием. Это вообще негуманно. Это страшно вообще, когда медведица приходит и раз тебе 40 детей порвало. А за что? Но они шли, обзывали его пляшевый, проклинали, во-первых, странник, во-вторых, пророк. И, короче, результат был печальный. Поэтому все зависит от того, как ты отреагируешь. Если ты не веришь, если ты отвергаешь, если ты еще и можешь даже и агрессивным быть против пророчества, пророчество может быть против тебя даже. И оно сыграет другую роль. Помните, когда отец Иоанна Крестителя и ангел ему пророчествуют, что у него будет сын? Он же не поверил. Он говорит, за то, что ты не поверил, ты не будешь говорить до времени, пока ребенок не родится. И когда он вышел, то все поняли, что с ним разговаривал ангел, а он не мог говорить. Всегда есть последствия. Смотрите, у всего есть следствие и последствия. Бог все время смотрит на наше сердце. Поэтому очень важно быть приготовленным. Сегодня многие в России не готовы к служению пророка. Пророчествующие люди исказили служение пророка. Поэтому многие сегодня, видя пророчество человека, думают, это пророк. Есть дар пророческий, а есть служение пророка. Нельзя их путать. Поэтому пророчествующие люди, они обычно не обличают. Их функция это утешать, увещевать. Понимаете? Гладить, любить. О любви говорить. Но пророк это другая чуть-чуть часть. Это более расширенное понимание любой ситуации. Поэтому пророк может не постесняться и обличить. И многие сейчас думают, что если человек обличает, это не от Бога. И к сожалению, есть такая тенденция. Две ассоциации уже пророков. Одна с Японией, другая с Америки. Две ассоциации оказались с нами общаться даже. За что? Почему? Потому что, оказывается, в Америке сейчас учат, нельзя обличать. Ни в коем случае. Вы знаете? И это пытаются принести в Израиль. Но евреи это знают. Что Писание говорит. Кого Бог говорит, я люблю. Того я люблю. Я обличаю и наказываю. Бью же всякого сына. А ни родного не бью и не обличаю. Вот как узнать, родных детей или неродных. А родного сразу видно. Родной он всегда любит и пряник, и подзатыльник. Он во всякое время любит. А чужой он не любит. Если его обличишь, он сразу на дубы стоит. Не от Бога. Это от дьявола. Только хорошее от Бога. А когда нету хорошего, если обличишь, они говорят, это от дьявола. Нет. Вы знаете, что Господь хочет нас совершенствовать. Но чтобы тебе совершенствоваться, тебе надо работать над слабыми сторонами твоей жизни. А для этого тебе надо знать, где у тебя слабая сторона. Нельзя хвастаться тем, что у тебя хорошо получается. Об этом что говорит? Написано, что ты хвастаешься, как будто не получил. А если получил, то что хвастаешься? А вот что у тебя не получается, вот здесь Иисус, Он нас тренирует. Он делает вот эту сторону у нас совершенную. Я хотел добавить по этому поводу, потому что, что я перебью, нам всегда хочется, чтобы все, что мы делаем, было классно. Чтобы все было хорошо. И чтобы все видели, что это хорошо. Чтобы как Бог сотворил небо и землю и увидел, что это хорошо. Потом сотворил там все, что в небе, все, что на земле и сказал, что хорошо весьма. И мы так хотим и про свои дела тоже говорить. И когда приходит пророческое слово, и Бог через пророка говорит, я сейчас про себя говорю, да, мне говорим. У тебя все хорошо, да, вот тут хорошо, тут хорошо, тут у тебя нехорошо вот здесь и вот здесь. И если ты захочешь, то я тебе покажу, как это нехорошо сделать хорошо. И в этот момент, вот вчера в этом была очень хорошая проповедь, здесь был семинар душ-поплечения, и это один из таких хайлайтов, которые я оттуда вынес. Приходит два состояния в этот момент, пробуждаются в нас. Первое состояние, это состояние вины, и второе состояние, состояние стыда. Вина приходит, потому что мы вдруг понимаем, что мы что-то сделали не то. Мы виноваты в том, что мы делаем что-то не то. И это абсолютно нормальное состояние. Бог, Он имеет право нас обвинить. Но, когда Бог обвиняет, Он говорит, то, что ты сделал, оно вне тебя уже. Оно уже, все, что дальше будет продолжаться, оно не твое. Ты будешь нести последствия за это. И мы исправляем. Когда мы принимаем эту вину, и мы говорим, я виноват, я буду исправлять, вина уходит. Потому что Бог не хочет нам помнить наши грехи. Он для этого своего Сына Единородного отдал на крест. Но, когда приходит второе состояние стыда, оно внутри нас поселяется, и начинает внушать нам, что мы не были нехорошими, мы никогда не станем такими, у нас ничего не получится, у нас не будет то-нибудь. Вот это уже не от Бога. Бог никогда не хочет нас стыдить. Он говорит, ты виновен, понеси наказание, продолжай дальше. Продолжай дальше, значит исправляй. Но, когда приходит стыд, это значит, что у нас что-то есть из прошлого, чего мы не хотим показывать Богу. Бог говорит, я-то это знаю, я же твои скелеты, как вот Анатолий говорил, глаза Божьи обозревают всякое место. Он все наши шкафы-то знает не снаружи, а изнутри, со всеми скелетами. И он говорит, принеси мне этот скелет, я его сожгу в пламени огня Божьего. Он говорит, не-не-не, подожди, я не готов. Ну тебе же стыдно за этот скелет. Да, но я не готов. А нельзя быть не готовым, нужно быть готовым в момент сказать, о, точно забыл, прости, сейчас принесу. И пусть он сгорит в этом пламени огня. Зачем он тебе нужен, этот скелет, ты его все равно с собой никогда не повезешь. И вот здесь, когда приходит пророческое слово, опять же про себя говорю. Мне говорит, Анатолий, звони мне, слушай, у тебя вот это хорошо, это. Но мне говорит, вот сегодня Бог сказал тебе позвонить и сказать, что у тебя вот здесь, и вот здесь, и вот здесь плохо. А мне знаете сразу внутри какое состояние? Ну, ничего, что это, это дела такие. Я же хотел, чтобы было хорошо. А потом я вспоминаю свои же слова. Знаете, человек говорит, от слов своих осудится и от своих оправдается. Я ему за месяц дает, и позвонил, говорит, Анатолий, если ты вдруг в молитве увидишь, что я где-то накосячил, звони мне в любое время дня и ночи. А что, он-то свободен? Ну, он позвонил и сказал, вот тут ты накосячил. И теперь я должен как бы либо сказать, нет, ты что, тебе привиделось. Или сказать, да, каюсь, буду меняться. И я выбрал второе. И вы знаете, было тяжело, мне было стыдно изнутри, потому что я-то думал, что я классный, а оказывается, это совсем нет. И вот здесь вот был как раз момент покаяния, и я благодарен, что есть такие люди, которые могут позвонить, и без, невзирая на лица, да, сказать, у тебя вот тут и вот тут проблем. Вот это как раз и говорится о пророчестве. Не всегда позвонить, сказать, о, классно, Господь, Стоитоверен. Это, Господи, Слово для тебя, вот у тебя все классно, и вот тут будет хорошо, и вот тут будет хорошо. Он говорит, будет хорошо, только сначала вот это, это починить, тогда будет хорошо. Знаете, в последнее время особенно опасны будут люди, которые будут поместить. Об этом тоже Иисус сказал. И люди, они будут вам говорить, что вы хорошие, и это может усыпить вашу бдительность просто. Поэтому Слово Божие, оно тоже говорит об этом. Что будут люди говорить, мир, мир, благоденствие. И вдруг постигнет пагуба в этот момент. Люди будут совершенно не готовы к тому, что Бог придет не так, как они его планировали принять. Поэтому Слово Божие, оно говорит, что многие должны приготовиться и понимать вообще характер, вот эту культуру Божьего, как бы, времени, когда Бог нас подготавливает. Вся книга откровения, все будущее, что мы видим, это практически предупреждение приближающихся судов. Понимаете? И приготовиться надо заранее, не потом, когда все начнется. Поэтому масло надо приготовить. Что это за масло? Это познание, это понимание, правильное понимание, когда Бог будет двигаться, чтобы не перепутать его с сатаной. Как это фарисеи перепутали его, они назвали его дьяволом. Иисус говорит, вы меня бесчестите. Он говорит, вы же меня звали. Он говорит, меня били в доме любящих меня. А история-то повторяется, посмотрите. Сегодня сатана создает такую атмосферу лживую, просто ложную представление Бога. Они говорят о том, что настолько, что Бог такой придет, как неженка. А Писание говорит, он придет, как судья. Он придет, как воин. Он придет конкретно во власти. Это не будет период милосердия. Первый раз он пришел помиловать, но сейчас приближается другой этап. Он говорит, я приду судить. И поэтому частично пророки должны показать, что такое судить значит. Поймите, милость превозносится над судом. Но вы никогда не поймете милости, если вы не поймете вот этот масштаб суда. Милость, она только ценится через именно суд. То есть, если человек увидел суд, приближается и покается, то он увидит милость. Но если человек гордо не покаялся, он не увидит милости. Потому что Писание говорит, он придет и непокорных что он сделает? Погубит. Это написано в пророчестве. Написано, вы будете нечестивых попирать ногами. А что такое нечестивый? Нечестивый, это тот, который не очистился. Вот сейчас праздник Йонг-Кипур был. Несколько дней подряд мне Бог показывает мое сердце. Что, вы думаете, показывал мне сердце других? Я должен тоже о себе подумать, что я должен в этот праздник тоже очищаться сам. И в конце концов, Бог мне показал, сколько еще мне надо работать над собой. И я сказал, Господь, я признаю, каюсь. И что я могу? Бог говорит, да, ты ничего не можешь. Я тебе это показал не для того, чтобы обвинить тебя. Я тебе это показал для того, чтобы ты это вынес мне. В мне, который может все это исправить. И когда я это исповедовал, я получил милость. Я получил прощение. И на последний день Бог показал мне, что я Его. Когда? Только после того, когда я смирился, покорился и отдал все эти свои немощи, слабости в Его руки. И вот тогда это называется вера. Вера это не когда я решаю вопросы, а когда я доверился Ему. Приходишь в баню. Я точно знаю, что я сам себе не смогу полностью помыть. Особенно то, что касается со спиной. Так, извините меня. Хотел я сам себя помыть как-то. Одну руку как-то туда просунул. Хотел спину себе потереть. Заклинило. Одна рука. Потом вторая. Я вот в таком положении уже к жене. Жена. Кричу, помоги. Слава Богу, жена у меня есть. Пришла, спину потерла. А одному это сложно. Поэтому мы нуждаемся в Боге. Всегда нуждаемся. Не один раз в жизни. Как один сказал. Говорит, 20 лет назад я слышал Бога. И мне этого хватает. Я говорю, какой же ты несчастный. Ты невеста Христа, которая 20 лет назад один раз поцеловалась с Иисусом и говоришь, мне этого достаточно? Мне, знаешь, тебе жалко. Понимаете? Ты должна жаждать каждый день Его встречать. Ты должна жаждать каждый день с Ним быть. Вы можете всю жизнь целовать Библию. А вы можете всю жизнь целовать Иисуса. Вы можете всю жизнь целовать фотографию вашего жениха. А вы можете согласиться на живые отношения. Знаете, есть плутоническая любовь. Говорят, тоже любовь. Но Бог нам нечто лучшее предоставляет. Живые отношения. Амин? Слава Богу. Поэтому мои пожелания и наши... Мы учим. Чему мы учим? Учим именно живым отношениям. Поэтому всякое проявление религии. Все, что хочет заменить Христа, как Павел сказал, я почитаю за сон. Да, это иногда так грубо может быть выглядит. Но, извините меня, иногда, когда идет борьба или за Христа, или то, что подменить хочет Христа, надо быть радикальным в этом плане. Знаете? Нельзя Господа на второе место сдвинет или на третье. Потому что он или будет на первом месте, или вообще уйдет. Он не может быть на втором месте. Потому что его место только первое, номер один. В любом случае. Аминь. Аминь.